Павлика Ирина Васильевна 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 Знаю вас три дня, как они работают. Я рассказываю, как они работают. Главное, что вам внушить, что у вас не все в порядке с головой. То есть, понимаете как? Все же это на ощущениях, все это оружие работает на ощущениях человека. То есть, понимаете, вы придете домой, а у вас, например, в доме будет открыт дверь. Типа ты забыла ее закрыть. Значит, в следующий раз вы придете, а она вообще будет... Или тапочки будут вместе стоять. Вы уходите на пять минут. Вот вы только на пять минут вышли в подъезд, вы приходите, у вас уже, извините, непонятно что в квартире находится, телефона нету, тапочки в другом месте. Я стала просто записывать. Если я выхожу из дома, я стала просто записывать, взяла под контроль все свои эмоции, как говорится, все свои ощущения. И потом сверять с тем, что я находила у себя в доме. Ну что, Владимир Свернов, зная меня три дня, предложил мне выйти за него замуж. Естественно, я ему отказала, потому что вижу, что человек, ну что-то не то, что-то не то, не зная человека, вот так вот просто взять и предложить ему разбить семью, значит, ага, давай-ка мы быстренько с тобой поженимся. И все это будет... А глаза пустые, ничего не выражающие. Настолько это дико было, настолько непонятно вообще. Ну вот, потом я узнаю, оказывается, что он был трижды женат уже, значит, и уже в поисках четвертой. Я так поняла, что это, что все эти женщины, он не только ко мне приставал, он приставал к другим женщинам с других объектов, они мне потом об этом рассказали, ага, и значит, вся одна и та же система, значит, ага, так же, как и со мной. Даже слова говорил те же, какие говорил мне, то есть вот эти женщины мне рассказывали про него, я не понимала, для чего все это, мне просто было непонятно. Если что, просто играют в жизни, да, то, ну, вроде бы взрослый человек, уже под 40 лет, ну, просто игрой это не назвать, у нас с тобой ходят люди, извините, сопровождают вас везде. Сначала я думала, что это бандитская группировка какая-то, мне почему-то так показалось, что это какие-то бандюки. Ну, вот, ну, когда, извините, мы поменяли квартиру, и ты ходишь в свою квартиру и буквально падаешь в квартире, если у тебя дикие головные боли, да, если у тебя на ногах и руках появляется какая-то непонятная сыпь, ну, тут уже не до бандюков, тут уже ясно, что проводятся на тебе какие-то эксперименты. Ну, и однажды, я так поняла, что у них там все расписано, когда я ухожу, когда я прихожу с работы, и однажды я просто замешкалась, и мне там что-то не совпало. Вот, я выхожу из своей квартиры, квартира была съемная, мы ее снимали в Нижнем Новгороде на улице Металлистов, дом 3, квартира 2, вот, и ко мне в квартиру два молодца. Вот, прям у порога своей квартиры я выхожу, они мне навстречу, в мою квартиру ушли, они от меня удирали, я настолько была ошарашена, я знала, что в квартиру кто-то ходит, я знала это, но вот так лицом к лицу столкнуться, я просто вот настолько была ошарашена, настолько была потрясена этим всем, я хотела уйти на работу, но я поняла, что я не смогу уйти. Я подошла к одному из них и говорю, я сейчас пойду в милицию и напишу заявление, потому что мне это все настолько надоело, вот, и, главное, все это непонятно, и откуда, и к чему, и зачем. Ну вот, я пошла в милицию, написала заявление, что в квартире стоит прослушка, потому что они знали, во сколько я уходила, во сколько я приходила, ну, почему-то мне казалось, что есть прослушка, почему-то мне так казалось. Вот, ну, что, надо мне посмеялись там, значит, тогда в милиции якобы никто ничего, в квартире ничего нет, что-то у вас тут братья не к вам ходят, ну, в общем, всякую фигню написали мне там, естественно, никого не нашли, и на этом все как бы застопорилось. Я решила, в общем-то, уехать из города, вот, в Москву, думала там, а, до этого у меня еще сына забирали в армию, сын начали работать, я же не знала, что с ним работают, я же, как бы, думала, переходный возраст там с ребенком, ну, может быть, какие-то. Началось с того, что мы приехали же в деревню, мы же из Казахстана приехали, приехали в деревню, и вдруг я заметила, что абсолютно здоровых детей отправляют в какие-то интернаты, главное, оторвать от родителей. Дети, ребенку 7 лет, 6 лет, что он еще понимает в жизни, а его быстрее забрать и в интернат. Для чего, для каких целей мне было непонятно, и тут же мы его ребенка схватили в интернат. С какой стати, я не понимала даже. Ну, вот, сегодня он не понимает, а завтра он сделает скачок, он все будет понимать, да, ну, бывает, он там, ну, не успевает, у все же разные, это самое, успеваемость, да. Ну, вот, я если бы не отказалась его отдавать в интернат, мне предложили, значит, ага, тогда вспомогательную школу. Если я тоже отказалась от вспомогательной школы, почему я должна нормального ребенка отдавать в вспомогательную школу? Но тут главная система была такая, чтобы оторвать от родителей, отправить какие-то интернаты непонятные, чтобы как можно дальше от дома споить родителей и работать с детьми. Я думаю, что такая была психология и такая была система. Но тогда мне это было непонятно. Мы переехали в город Семенов. Оттуда мы уже потом удирали в Нижний Новгород. Думали, отрывемся от Семенова, значит, будем в Нижний Новгород, и они меня составят в покое. Какое-то мне тут-то было. Ну вот, значит, ребенок кое-как с горем пополам, он заканчивает школу. Пять школ мы поменяли, пять школ. Ребенка унижали, над ребенком издевались. Но я же не знала, что все это делается умышленно. Для чего это делается? Чтобы человека оставить одного. Чтобы он разговаривал только с псиоператорами. Чтобы он слышал голос только псиоператора. А ну, а что-то хороший человек, он его направит куда нужно, понимаете, в какое нужно им русло. Все зависит от того, кого решили из вас сделать. В школе номер один, который учился мой сын в городе Семенове, вдруг учительница решила кормить моего ребенка. После этой кормежки, извините, мой сын стал путать башмаки. Вы понимаете, абсолютно нормальный ребенок. Вдруг стал путать башмаки. Он не поймет, на какую ногу одеть башмак. Вот что я заметила. Что что-то происходит. Ну, я не знала, что. Вот внешне все нормально, все хорошо. Ну, он, понимаете, он все стал забывать. Он стал разговаривать сам с собой. Причем осмысленно разговаривать с кем-то. Понимаете, сначала я думала, что он сам с собой. Но он говорит с кем-то. Он отвечает на чьи-то вопросы. Я, как мама, подумала, что это не чистая сила. Естественно, стала таскать его по церквам, там, значит, ага, по монастырям. Думала, мне это поможет. Значит, причащать его начала. Но не то-то было. Дальше и больше. Ну, вот, значит, я говорю, что мы поменяли пять школ. Кое-как. В последней школе в Киселихе, станция Киселиха, мы туда переехали, значит, с нами там тоже работали хорошо, потому что я приходила домой. В доме кто-то был, значит, взломан был замок прям, но там, как мы жили у пьяницы, самая натуральная пьяница. Ну, вот, я думаю, что ходит она. Я свалила все, пропадали из дома деньги, подали телефоны. Но я и думала, что это она. А у них как бы конспирация идет якобы с целью ограбления. Ну, вот. Ноги краснели почему-то у меня, причем очень сильно краснели, прям красные пятна на ногах были очень сильные. С ними там, кстати, имеется Тамара Витальевна. Ну, вот. Господи, вдруг умирает сверху над нами, мы всегда живем на первом этаже, над нами обязательно должен кто-то быть. Обязательно, значит, тогда вдруг умирает мама, потом, значит, умирает, значит, этот мальчик, ей не сын, да. Ну, вот, и вот мы с мужем сидим, квартира пустая, а в квартире кто-то ходит. Может быть, послушай, там что-то наверху происходит, а кто-то ходит. Я говорю, ну, как же может ходить, если квартира пустая, они все умирали. Но там ходят люди. И я замечала, сколько раз, как только я прихожу, то есть, внепланово я прихожу, значит, так как кто-то убегает на второй этаж и стоит, ждет, пока я, значит, это самое зайду в квартиру. Им было интересно. Видать, не успевали удрать из нашей квартиры, там что-то делали в квартире, и просто не успевали удрать оттуда. Ну, вот. А я приходила внезапно и заставала их. Ну, вот. Потом мы приехали в это самое, в Нижний Новгород. Господи, боже мой, нашли там квартиру. И нас просто вели. Я не знала, что нас просто уже ведут. И ведут давно. Но там я пошла на курсы экстрасенсорики, чтобы помочь своему сыну. Потому что, ну, невозможно, с ребенком что-то происходит. А что, я не знаю. Я же, ну, думала, может, одержание какое-то. Может, ну, как всякая мать. Она же все валит на нечистую силу. А нечистая сила о двух ногах. И она ходит рядом. Ну, вот. Я, значит, пошла в эту школу. Ну, я же не знала, что меня там уже ждут в этой школе. Куратором у нас был Сергей Степанович Иванов. Экстрасенс, О, от Бога, вы что. Он работал только со мной. Он никого вообще, по-моему, не видел. Только меня. Только меня. Этот человек читал все мои мысли. Для каких целей непонятно. Ну, вот. И меня не было по две недели, извините, в школе. И он рассказывал все, что со мной происходило за две недели. За две недели. Это что? Он не ходил в туалет. Он не спал, не ел. Ну, извините меня. Если я точно помню, что я это, вот об этом думал в два часа ночи, то как же Сергей Степанович Иванов может об этом знать? Я поняла, что существует просто прибор. Прибор, где фиксируются мои мысли. Ну, вот. Я стала догадываться, потому что я стала очень сильно болеть. Я буквально вот развалилась на куски. А Сергей Степанович за мной очень сильно наблюдал. Ой, пристально наблюдал. Я приходила, я вообще не могла ходить. Я снимала башмаки. У меня ноги горели огнем. Ну, так как ходили домой. Они же, видно, что добавляли какую-то химию мне в башмаки. Но я об этом не знала. Ну, вот. Пройду пять метров, снимаю башмак. Стою, жду, пока немножко, значит, нога остынет. Опять пройду пять метров, опять снимаю башмак. Горело все огнем. Красные пятна на ногах постоянно появлялись. Боже мой, ну, я думаю, может быть, какую-то рожу там подцепило. Может, какое-то раздражение от нас. Я не знала, на что думать даже. Ну, вот. А Сергей Степанович наблюдает. Человек мучается, а он наблюдает. Естественно, я потеряла работу. Так как Владимир Смирнов, он старался. Он вообще предлагал мне постоянно работу. Я ему отказывала. Я, значит, теряла работу. Я не понимала, что это он все делает. Почему я теряю работу? Это все он меня выживал с работы. Он не давал мне ни подрабатывать, ничего. Он везде меня поджидал, как бы случайно. Давай-ка ты устроишься ко мне на работу. Главное, чтобы я была у них постоянно под колпаком. Вот. Названивал там, значит, не на работу без конца. То в трубочку молчит. Ага, то еще такой влюбленный, ну прям и безумно одинокий. Как в песне поется. Ну вот, это самое. Ну что, Господи. Пошла я в такую школу. Когда я все это поняла уже, я намекнула Сергею Степановичу Иванову, что я все поняла. Естественно, он сбежал оттуда, из этой школы. Моментом, как только узнал, что я догадалась, он сбежал. Этот человек, видно, и посадил меня на этот нейрокомпьютер. Потому что в этой квартире, где мы жили, там она вся была напичкана аппаратурой. То есть, я так поняла, они через стену смотрели, просматривали, когда мы ходим, когда мы приходим. Вот. И ощущения были страшные. Просто там был инфразвук. Это постоянные приступы страха. Мало того, я попала в больницу, когда у меня сын пропал, вот в армии. Я его месяц не могла найти в зоне, можно найти человека, да. А в армии, оказывается, нельзя. Забрали ребенка в армию, причем спонтанно забрали так. Я месяц его искала, не могла найти. Я дошла, уже меня трясучка колотила просто. Вот. Через Министерство обороны, через горячую линию, кое-как я его нашла. Вдруг с каким-то психическим заболеванием. Ребенок закончил школу. Никаких симптомов таких особых, ярко выраженных не было. Да, были странности. Но, извините, психического характера они как-то не проявлялись, да. Он был тихий, спокойный ребенок. Хороший мальчишка. Ну вот. В общем, кое-как из армии я его выцарапала. С непонятным каким-то диагнозом. В общем, комиссовали кое-как. Его посадили на меня теперь. И до сих пор они с ним работают. Ребенок пропадает. Пропадает месяцами. Пропадает на неделю, на две. Уходит в ночь, непонятно куда. А недавно совсем я видел, как они с ним работают. С нами ехал в электричке мальчик. Очень интересный такой мальчик. С приборчиками. Вдруг внезапно моему ребенку стало в электричке плохо. Вот. Я побежала за ним. Выхожу в тамбур. Он прямо сел в тамбуре. И эта тварь, по-другому назвать я его, тварь, нажимает на кнопки. В руках у него два прибора, похожих на сотовый телефон. Но один больше сотового телефона. Намного больше. А другой меньше. И они соединены. Как только я встала между сыном и ним. Я поняла, что он где-то рядом. Вот между ними встала. Он один прибор запихал быстренько в карман. Спрятал. А другой в это самое сюда. В другой карман. Вот сюда. Я сына схватила за шкирку, вытащила оттуда из этого тамбура. Но он не оставил в покое моего ребенка. Он тоже зашел, снова сел и оглядывается. Смотрит. Наблюдает за реакцией моего ребенка. Вот. Мы ушли в другой вагон. Я не знаю, откуда он потом взялся. Вдруг. Откуда ни возьмись. Люди в Пушкина все повыходили. А он, значит... Смотрю, мой сын опять вскакивает и бежит. Непонятно куда бежит. Хватается вот так за голову и бежит. Я за ним выскакиваю. Он в тамбру выскочил. И эта тварь, извините, я не знаю, как его назвать. Эта тварь выскочила вместе с ним и пытается вытолкнуть моего сына из электрички. Я опять сына хватаю, заталкиваю в электричку, опять туда, в вагон. Я говорю, у тебя сейчас все глаза, тварь, выцерпают. Уйди от моего ребенка. Паскуда ты такая. Ну вот. И ребенка затолкал опять другой вагон. Мы ушли. Вот так мы оторвались от все операторы. Я лично видела, как они... Я видела эти приборы. Мне говорить не надо, что это все мои брени какие-то. Или я там все это придумала. Это не выдумки. Я это лично видела. Как выталкивает мой ребенок, как заставляет ребенка делать то, что им надо. Это сильный импульс в голову. У него дикие головные боли. Он хватается за голову и делает то, что им надо. Он уже не читает газеты. Он не смотрит телевизор. Он только слышит голос псиоператора. Теперь ребенку внушают, что он кого-то убил. Что он кого-то изнасиловал. Называются даты конкретные. Места этих изнасилов. На видеограмм мозга подаются картинки. Я так подозреваю, что у него чип. Потому что в армии неспроста от меня скрывали, где находится мой сын. Я так поняла, он не служил ни в какой армии. Он только как вот приехал, его из поезда сразу в психиатрическую лечебницу, чтобы проводить на нем свои преступные опыты. Потому что, ну, по-другому назвать это преступление. И вот, мать, я все это видела сама. Вот, в электричке. Мне говорить не надо уже больше ничего. Они ходят за нами следом. Если я сижу в электричке, эта тварь сидится рядом. Кругом полно свободных мест. Эта тварь сидит именно со мной. И я дремная устаю. Ну, с работы едешь поздно. Задремал чуть-чуть. Открываешь глаза, он сидит. Пуста, электричка. Я одна в вагоне. И эта тварь сидит рядом со мной с телефоном. И глаза перепуганные убегают от тебя в соседний вагон. Они от меня уже бегают. Не я от них. Они уже от меня бегают. Ой. Это какой-то ужас. Я не знаю, что вообще, что за беспредел такой творится. Мало того, мы, значит, жили в Сергиев Посаде. Мы жили в Софрино. Вот в Софрино, значит, улице Пименова. Там какое-то непонятное общежитие вообще. Что-то вообще непонятно. Как тюрьма вся, значит, в этих решетках. Вот там мы жили. Там как раз-таки с ним сильно работали. Очень сильно. Все операторы, что он наверху, какой-то левый мужчина вообще не показывался. От всех прятался, никогда не выходил. Там вообще ему было очень плохо, сыну. Там он начал разговаривать, голос уж сам с собой, размахивать руками, ходить по общежитию. Там был сговор со скорой помощью. Ага, значит, видно, они снабжали психотропными веществами этого оператора. Потому что он тут же... Ну, его вообще не было видно. Я только два раза этого гада видела, потому что мы не могли выйти из общежития. Оно закрывалось на ключ. Нас просто держали там как заключенных, понимаете. А жить-то было негде, зима, ну куда я пойду. Ну, вот тем более муж сломал ногу. И нам приходилось вот просто вот таким путем выживать как-то зиму. Зиму надо где-то пережить. Ну что, потом мы жили на улице, значит, Клементьевской, там в двух домах 22, значит, нога, 28, значит, в 14. Теперь что, в серьги в посаде, значит, они строят себе эти, как бы, частные общежития. И там они облучают людей, понимаете. Стоят кругом видеокамеры. Ну, как вы думаете, человек держит общежитие. Зачем ему в этих самых комнатенках, где живут его постояльцы, видеокамеры? Зачем они там нужны? Человек не может не переодеться, ничего. Для чего это одеться? С какой целью? И там постоянно какие-то драки, какие-то разборки. Вообще, это ужас, что происходит. Это невозможно смотреть на все на это. Это какой-то вообще бред, я не знаю. Ну вот, теперь мы сняли квартиру в другом месте, в самом серьги в посаде уже. Я уже знала, что так оно и будет происходить, потому что, куда бы я ни появилась, они следом за мной ходят. Мне нигде не дают жить одной, обязательно с кем-то. Если я нахожу какой-то одинарный домик там для себя, тут же перезванивают туда и не дают мне жить в этом домике, именно чтобы я жила только с кем-то, потому что им нужно работать со мной и с моим ребенком. Мы жили в горе, мы переехали в Александров, думали, ну там нас в покое оставят, все-таки Александров подальше, да? Особо я хочу обратиться к женщинам. Вот именно с ними больше всего работают. Для чего работают? Чтобы отвлечь ее от своих собственных детей, от проблем, потому что нужны наши дети. Понимаете? Им нужно работать как раз-таки с детьми вот с таких вот, извините, трехлетнего возраста, пятилетнего возраста, они начинают с ними работать. Владимир Смирнов, который со мной познакомился, тот же предложил мне услуги быть, извините, другом моей семьи. Понимаете как? Тут же разваливает семью, давай-ка ты сможем разведись, и однако же я буду другом твоей семьи. Будьте бдительны, будьте внимательны. Как они работают, я вам рассказала. Главное, чтобы внушить вам, что вы психически болен, что у вас не в порядке с головой. Вам будут внушать это вдалеке на работе, вам это, в общем, всюду и везде, вам подберут огружение, какое им надо, понимаете? Будут давать обеление в газете, как я познакомилась с одной дамой, ну, по-моему, проституткой. Аленой, значит, как ее забыла фамилия, тоже Красевой, ага, это некой госпожой там, ну, там сейчас извращенцы в газетах часто дают объявления, значит, ага, все себя госпожами, все хотят почувствовать, ага. Вот, ищу друзей, то есть, понимаете, знаю все мои поднагодные, знаю, что я одна, человек же один, он же остается фактически один. На тебя же травят родственников, на тебя травят собственных детей, понимаете, все, работай со всеми твоими окружениями, ты остаешься один. Естественно, человек будет рад любому общению, и они дают объявление в газете, хочу там познакомиться, ищу друзей, естественно, ты как дурак, бежишь туда, человек одинокий, и ты человек одинокий, ну, конечно, уже что-то вас объединяет, да, а это их люди, так они работают. Ну, вот, значит, это Алена познакомит тебя опять с тем, с кем надо, главное, сузить твой круг общения, чтобы общались именно только с их людьми, понимаете? Это не фантастика, не реальность, я не сошла с ума, Алена тут же пропала, и Света тут же пропала, как только я догадалась, кто они и что они, понимаете? Они тут же сбегут от вас, им за это платят деньги, это платные агенты, и вы почувствуете, как они с вами себя будут вести. Ну, вот, почему верят и говорят одинокие женщины? Если не одинокие, значит, им разбивают семьи, понимаете, чтобы, извините, они все операторы, практически все мужчины, им нужны женщины, они друг друга будут, вас будут передавать друг другу, понимаете, как Владимир Смирнов, когда я ему отказала, он, значит, передает меня другому псиоператору, третьему, десятом, чтобы вы с ним просто спали, а он будет на кнопочки нажимать там, ты с ним чай будешь пить, а он тебе туда психотропных веществ напихает, а потом прибежит и будет смотреть, что там у тебя где высыпало или нет, знаете, с каким интересом рассматривают все, что на тебе происходит с твоим телом, это же дикость какая-то, я даже не понимала, что же он так за мою здоровье-то переживает, надо же, как меня любят-то оказывается, ой, господи, боже мой, ну если бы он действительно тебя любил, он смотрит, он пустыми глазами на тебя, вот о чем речь-то, ой, ну самое страшное, что все они социально опасные люди, это Владимир Смирнов, не помни себя, извините меня, бегает куда, и стреляет куда попало, он вооружен, он может кого-то ранить или нечаянно убить, понимаете, городу Семенову надо вообще как-то немножечко так задуматься над этим, потому что это может подтвердить не только я, это может подтвердить Татьяна Аладина, эту женщину он пытался изнасиловать, он ее избил, подставил меня, что якобы эту ночь я была с ним, это самое, ты меня помоги, а то, понимаешь, меня посадят, вот, и вот Татьяна Аладина, она как раз таки видела, он ее избил когда, она, значит, убежала от него, и уж не знаю, как она скрылась, его же все жалуют, он же без правой руки, он же бедный, он без правой руки, да он даже без правой руки столько бедно творит вам, извините, вам мало не покажется, это вообще чудище какое-то, чмо какое-то натуральное, я не знаю, но до того безжалостной человеку это слов нет, и вот так же ко мне, когда я ему отказала, он прибежал, стрелял куда попало, он ничего не собрает, он невменяемый человек, понимаете, ну вот, но он делает психически больных моего сына и пытался сделать меня, понимаете, потому что если человек, вы куда-то идете, а за вами по всему городу ходит одно и то же лицо и ждет, главное, когда вы дойдете, значит, ага, до этого места, он, значит, дальше отходит, опять ждет вас, стоит, ну вот, естественно, ты же начинаешь всем это рассказывать, тебя начинает это возмущать, ну вот, и кто ж поверит, что за вами по городу кто-то будет ходить, естественно, у человека с головой не в порядке, я чуть в психушку из этого не попала, понимаете, вот, надо быть очень осторожным, не терять самоконтроль, и главное, ну, как-то помогать, поддерживать друг друга, не верьте в то, что у вас не в порядке с головой, все у вас нормально, не верьте тому, что говорят окружающие, люди эти, как правило, все, извините, говорят то, что им сказано, то, чему их научили, они в один голос вам, если вы из меня решили сделать проститутку, так мне, извините, одни женщины легенького поведения стали подворачиваться, прям под руку подворачиваются, потом из меня решили сделать монашку, значит, естественно, окружили одни монашки, и молиться надо день и ночь молиться, то есть смеялись, откровенно издевались, то есть надо как-то перепрограммировать человека, как им хочется, не получается у них, они злятся, они психуют, ага, ну, потому что то, что создал Бог, в общем-то, тяжело переделать, но самое страшное-то ведь не это, а то, что нас просто за это накажут, они вмешались в божественный план, понимаете, у Господа Бога на нас были совсем другие планы, нам дали это оружие для чего, это даже не оружие, понимаете, это просто новые возможности, мы могли бы продлить жизнь человеку, мы могли бы, ну, я не знаю, увидеть другие миры, которые вокруг нас, это же уникальные возможности, понимаете, а эти твари превратили это в оружие, понимаете, и теперь нас всех просто накажут, понимаете, если мы не остановимся и не сможем их остановить, да, нас просто уничтожат, потому что возле нас другие миры, и просто так этими излучениями швыряться куда попало, и, извините, торсионными полями опять разбрасываться. Нам никто этого делать не позволит. За нами сейчас просто пристально наблюдают. Потому что, извините, мы как-то обезьяны с гранатой. Это не мы, это они бегают и не знают, куда это применить. Понимаете? Но это же опасно для других, кто рядом с нами живет, которых мы не видим. Есть еще и невидимый мир, и он нам этого не позволит. Мы должны их как-то остановить. Но я не знаю как. Понимаете, может быть, ученые, может быть, люди, которые знают больше нас, задумаются, но задумайте, зачем вам все это надо? Зачем вам нужно стадо зомбированных людей? Ой, господи, я не знаю, что делать. Но нужна защита. Мы должны найти защиту. Я обращаюсь к ученым. Я обращаюсь к людям, которые сейчас, может быть, смотрят эту, ну, как бы программу, что ли, с моим участием. Помогите нам. Вы поймите, что под угрозой не только мы. Сегодня они обучают нас, завтра возьмутся за вас. Это же для чего-то же они все это делают. Ну, уничтожат они нас, неугодных там, не запрограммированных. А дальше возьмутся, дальше что они будут делать? Они же не могут, чтобы никого не унижать, ни над кем издевать. А это же садисты. Они же не смогут дальше жить. Понимаете? Им кого-то надо пытать, над кем-то измываться надо. Они возьмутся за вас. Помогите нам. Помогите. Возьмите. Ну, должна же быть какая-то защита. Ну, не может же от этого быть никакой защиты. Все это же. Ну, если есть яд, есть же против него и противоядие какое-то. Должно же что-то быть. А для себя же они какую-то защиту придумали. Помогите нам. Задумайтесь. Ну, куда мы идем вообще вот с таким положением? Ну, были, до нас же были люди. Они же тоже погибли. От чего? От того, что как раз таки поступили. Вот эти знания получили в руки. Эти знания дают многое. А мы губим себя. И не мы, а как раз таки те, кто... В чьих руках эти знания. Надо в школах ввести предметы какие-то, знаете, по изучению ауры. Ну, не кучка же, извините, дармоедов, да, какие-то ублюдков, да, получили доступ к этому оружию и пользуются им. Нужно в школах ввести предмет детям, чтобы они изучали ауру человека. Чтобы они могли снять все эти проклятия, заклятия, всякую фигню. Ну, те, чтобы наши же предки когда-то этим ввозили, когда-то они это умели. Умеют же заговаривать эти бабушки. Ну, нужно это ввести, но должны это делать профессионалы. Не кучка каких-то дармоедов, я не знаю, которые кормятся от государства, да, а ввести предмет такой по изучению аури человека, по изучению биополей. Нужно перейти на следующий этап развития. Мы не можем, извините, отдать эти знания в руки нечистоплодных людей из спецслужб. Нельзя этого делать. Нужно, чтобы дети занялись вплотную этим. Надо вернуться на круги своя. Что творится в стране, вообще непонятно. Мы скоро уничтожим сами себя. Не знаю, я не знаю, на что, если я устала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!